Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Сегодня будет разговор на тему, когда приступать к пакировке сеянцев рассады. Вот я сегодня пришла в холодную теплицу, в которую сеяла капусту и снимала видео. Видео называется, как получить здоровую крепкую рассаду. Там я говорила, что для получения здоровой крепкой рассады нужен холод. Вот у меня холодная теплица, я сюда ее посеяла. И сейчас я уже приступаю к ее пакировке. Когда нужно пакировать, это решает каждый сам. Я вот в кассету несколько дней назад пакировала. Было всего два семидольных листка. Видите, она прекрасно прижилась. Уже у многих сеянцев третий лист хороший. Здоровая она ведь, крепкая рассада. Сегодня я пришла пакировать. У нее, я вот скороспилку рассаживаю. Где вам показать лучше? Вот видите, у нее уже настоящий лист первый и второй показался. Можно пакировать с двумя настоящими листьями. Можно пакировать с тремя настоящими листьями. Когда вам удобно, вы тогда и пакируете. Главное, лучше выбрать пасмурную, прохладненькую погоду. Вот как сегодня. У нас сегодня холод неимоверный. 5-6 градусов всего на улице. Солнца нет. Поэтому я скорее-скорее пришла пакировать рассаду. У меня вот скороспилые сорта. Видите уже какие. Они здоровые и крупные. Тоже долго передерживать их не нужно. Она маленькая, лучше переживает пересадку. Видите как. Я ее посадила несколько дней назад. Она вся стоит. Здоровая, хорошая. Можно распекировать в кассету. Можно распекировать просто в лоток. Можно распекировать здесь же в холодной теплице пореже. Можно распекировать на улице. Позднеспелые сорта я уже распекировала на улице. Даже если будет около нуля, 1 градус, 2 и даже минус 1. Капуста не боится таких маленьких кратковременных заморозков. Ей это хорошо. Ей хуже, когда жарко. Если у вас капуста-сеянцы имеют вот такой вид, уже один-второй настоящий листик, можете смело приступать к пикировке капусты. Все. До свидания. Потом покажу, какая капуста получилась в холодном рассаднике в лоточке. Она стоит на улице. Тоже вся взошла. Значительно меньше по размеру. Но вся крепкая, здоровенькая. Все. До свидания.